Хэй-хэй, вы на канале ПК. Меня зовут Паша, и я рад видеть вас на своём канале. Сегодня вновь мы будем фаниться на хард-проекте на Мальска. Ох, как же меня задолбал этот лютый мороз. Что ни день, то новые страдания. Но на каждый инь есть и янь. Где боль и страдания, там и море веселья. И сегодня будет нечто в этом духе. Так что, скорее прожимайте свой лайкосик, а я уже начну. Приятного просмотра. Так, ну что, напомню, что в прошлой серии мы с вами вышли в Афине 2, в ревок. Вот. Немножко подмерзаем. Но это вроде не страшно. Пока что слушаю шаги, которых я в принципе не слышу. Это хорошо. Значит потихоньку можно двигать. Надо проверить, дверь закрыта. Да, вроде закрыта. Ну что, смотрим. Так, Фамос. Еще и с магазином. Блин, ну у меня ксюха-74, на которую можно прицел повесить, глушитель. Не знаю. Наверное, я просто заберу магазин с Фамоса и все. Сам Фамос выброшу. Потому что у него прицел, ну, ужасный, сами знаете. А патрошки разряжу и оставлю для своего пионера. Так. О, еще одна 74-очка и уже в состоянии получше, чем моя. Поэтому меняем. Моя 74-ка, кстати, очень быстро повредилась. Я с нее патронов 15, она выстрелял. И она повредилась. Это печально. Надеюсь, это прослужит дольше. Потому что пока что набора для починки оружия у меня нет. Так, смотрим. Ствол для R700. Это что такое? Какие-то батареи. Тут есть Гаусс-пушка. Или что? А, прикольно. Так, еще магазин на эмочку. Ну, пока возьму, потом разряжу, выброшу. Гебесе повезет. Найдем эмочку, возьмем эмочку. Так, и барабан. Барабан мне брать некуда, поэтому просто разряжаем и забираем патрошки. Патрошки всегда пригодятся. Так, и мультивитаминки. Да, вообще не глушь, на самом деле. Хоть вся военка закрыта оказалась, но вот он, на удивление, почти что не было. И, кстати, смотрите. Нету мины, которая вчера стояла, и нету капкана. Значит, все же кто-то попался, потому что мина и капкан могут лежать по нескольку дней. А раз их нет, значит, кто-то их все-таки активировал. Кто-то наступил. Круто. Хорошо, что это был не я. Ладно, все, уходим. В принципе, залатались. Значит, вобить тут больше нечего. Ничего. Блин, мешание. Ну не надо. Блин, и я снова повредил свой калаш. Да как это возможно, факт. Опять 15 выстрелов примерно высадил и... И повредил калаш. Что они за нынче ватные стали такие? Как это? Как это? Не могу понять. А набора для пачки оружия по-прежнему нет. Эй, найс. Так, это... Airdrop? Или мне показалось? Лежит какой-то ящик, и на нем сверху какие-то шмотки. Ну что, взглянем быстренько. Может, что полезное? Рюкзак, куртка, хворки. И все. Одно говно какое-то. То ли его кто-то облатал, то ли он просто такой вещевой. Хз, хз. Блин, зомби. Стоп. О! А, он с хорошим бронежилетом. А ну, иди сюда. Главное сейчас не зарубить его. Блин. Бэкстап не получился. Надо бить выше головы, стараться. Это же лучший падл. Ну, конечно, в броняке. Все, так, смотрим. Поношен, отлично. Так, это плести на можно и очень нет, нельзя. Так, меняем. Меняем. Однако есть проблема. У меня сейчас места не будет. И... По-хорошему его бы покрасить, но нечем. Потому что намного ярче моего прессака. Ну да ладно. Так, надо срочно согреться. Потому что из-за переохлаждения мы снова теряем хп. И это не круто. Так, отлично. Так, еще один. Ну, заходи. Не пали нас. Блин, хп желтый, пипец. Надо быстрее согреваться. Ну, похоже, снова поймал этот баг с температурой. Потому что я спалил три палки. Потом докинул еще три палки. И вот моя температура во всем этом опунировании не поднимается выше вот этого вот нуля. Ну, стоит мне сделать шаг влево, шаг вправо. Температура снова ноль. И хп идет вниз. Да это какой-то бред. Два волка пригнали ко мне оленя. Сижу и думаю, может убить его. Все-таки еда лишняя тут не бывает. Из-за этого переохлаждения калории улетучиваются максимально быстро. Но стоит мне выйти, я снова промерзну и снова хп попадет вниз. Так что это слишком рискованно. Готов. Добили. Стоп. Дышит еще. Ничего себе. Теперь уже не дышит. Фу. Однако. Так, это надо у нас. Или там еще кто-то есть? Ага. Напарник. Но выйти я отсюда не могу. Сразу хп вниз пойдет. А с моим коваляющим состоянием меня сейчас с пистолета убить можно. Так что сидим тут и отстреливаемся как можем. Однако мы во ушки. Что печально. Проблема этих окон в том, что они вроде есть, но сквозь них можно закинуть гранату. И это большая проблема для меня. Потому что изнутри я выбросить гранату не могу, а вот вовнутрь забросить можно. Ага, вижу. Но нет, мы промерзаем и хп вниз идет. Надо сидеть тут у костра. Печально. Короче, есть плохая хорошая новость. Плохая в том, что костер закончился, и я перемерзаю, и у меня уже мигающий крест. Однако хорошее в том, что через 9 минуты будет рестарт, и ему моего тут точно не достанется. Отлично. Мы даже не сдохли. Значит, у нас есть вероятность, что мы зайдем в игру, успеем скинуть лут и прибежать, забрать его. По крайней мере, звучит неплохо. Так, быстрее, быстрее. Выбираемся отсюда. Типа вроде нет. Еще и метель началась. Что печально. Потому что кепочкой в метель выжить проблематично. Так, далеко я не уйду. Наверное, надо где-то здесь выбрасывать. В домах смысла нет. Сбросим вот здесь в кустиках. Дома лутают по КД, поэтому смысла нет. Все, а там сейчас травка поднимется и вещи наши прикроет. О, кувалда. И я кого-то слышу. Этот кто-то бежит к нам. Лови. О-о-о. Сочно. Ничего себе. Завалили с одного удара. Так, курточка потеплее нашей. Переодеваем. А так, по сути, ничего. Гребочка, водичка. Мелочушка. Ну, ладно. О, шумак. Отлично. Масочка. Так, бузочку. Бузочку можно потом на тряпочке. Так что мы возьмем если найдем нож, конечно. Так, а этого зомбара уже не я убивал. И телогречка. Переодеваем. По-моему, на улице кто-то есть. Зомби какая-то. Толстовка... Нет. Толстовка среднего утепления. Стоп. Здорово. Ничего себе. Ля, убили его с одного удара тоже неплохо. Так, еще. Так, по-моему, еще кого-то слышу. Семе не показалось. Так, а этот уже повкуснее, чувак. Будто побольше. Ну, давайте. Только по одному. Слушай, я не плохое место для убийства зомбарей. Так, кто-то закрылся в контейнере. Совсем рядом с нами. Может, тиммейт его, конечно. Так же. Проверим. Здорово. Блядь. Сука. Мы выжили. Сраные зомби в спину атакуют. Крысы вонючие. Блядь. Все, сейчас вон упаду. Фак. Надо срочно закрыть дверь. Пока не набежали новые. Фу, этот уже жирный. Ничего себе, еще живой. Ах ты. Нифигасия. Нифигасия, этот живучий какой, а? Тех убили с одного удара, а этот прям, этот прям реально живучий. Слушай, и будто у него неплохо. Ой, есть набор для починки оружия. Для моей 74-очки. Это хорошо. Надо обязательно взять. И гревочки. Но гревочки лишние не бывают. Это мы берем. Так, бежать нам не близко. Поэтому отогреваем всю еду. И заодно сами согреваемся. Да, в путь дорожку. Слушайте, ну хотя бы с едой у нас проблем не будет. Еды прям реально нормально. И мед, и попсиколка, и сардинчики всякие. Это здорово. Жаль только, что на дробовик у нас патронов совсем нет. Даже резиновых пуль. А то мало ли кто нам по пути попадется. Кстати, на вышечке же спавнится военный лут. Значит, может повезет и на патроновике. На патроновике для дробовика нашего. Что уже было бы неплохо. Опять какой-то ствол для R700. Видимо, тут какая-то есть модовая R700. Но я пока такой ни у кого не видел и не находил. Так, хороший рюкзачок. Можем, кстати, переодеть его. И ботиночки. Более теплые. Блядь. 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 Фак. Ну, хотя бы ноги не сломал. Пипец, они вытолкали меня, конечно. Ну, давайте, подходите. Блядь. Блядь. Потому что я сейчас буду в пять раз дольше ковылять. Значит, в пять раз больше шансов кого-то встретить по пути. Печально. Блядь. Ну, вот я так и знал. Ну, вот я так и знал. Ну, вот я так и знал. И что теперь делать? Я от него не убегу. И стрелять в него нечем. Короче, хера ему они вот. Поплыли. Пусть убивает нас в воде. Хера у нас залатает. Ну, вот так вот. Хера ему, короче, они вот. Блин, слушайте, нам уже оставалось километр где-то до нашего лута. Обидно. Ну, ладно. Будем надеяться, что что не делается, то к лучшему. Ну, по крайней мере, хотя бы со спавном нам повезло. Тут рядом и военочка. И маленькая деревушка, в которой можно будет найти Едесия. Так, а что это там белые в елочке? Блестит. Пенек. Или что-то лежит все же. Нет, что-то лежит. Смотрите-ка. Развод. О, поторожки. Куточка. Уж не неплохо. Оставим здесь, пока пойдем пролутаемся или... Не, наверное, лучше сразу забрать. А то вдруг хозяин прибежит. Спасибо. Стоп. О, шлем. И бейсбольная бита. Ну, хотя бы будет, чем зомбре убивать. Потому что портить на это нож. Пенечаточки. Не хочется. Слушай, я даже не знаю, какие площадки лучше взять. Потому что кожаные, с одной стороны, вроде прочнее и теплее. С другой стороны, они вроде как... Так, флешка. А, это даже оглушающая граната. Так, а мы тут не одни. С другой стороны, их вроде отжать нельзя. Что печально. Угу. Кто-то закрылся. Что, может запустить зомбари к нему? Хотя они, блин, подперли проход. Вряд ли мы сможем подойти. О, водичка. Водичку возьмем. Блин, спорез. Надо перевязаться где-то. Блядь. Получай. Отлично, забили. Блядь. Еще один. Ну, пошел нахер отсюда. Второго убили. Кент его. Блядь, третий. Отвали, мужик, а. Мой лут. Блядь. Не понимаешь по-хорошему, да? Блин, нормально. Минус три. Так, подожди, дай я перевязаться сначала. Но это было весело. Главное, теперь унести весть оттуда, отсюда. Отлично. Так, курточка. Да нет, наверное. Нет времени. Так. Это кипочка голая. Тут тоже кипочка голая. Хотя штаны у него хорошие. Можно взять. Гревочка. Ну, и выпады, чтобы меня потом снова не убили. Так, ну и все. Так, вот еще можно ботиночки собрать. Так, ну и все. Надо отсюда валить. Я так понял, наверное, они уже все пролутали. Хотя нет, смотрите, что-то оставили. Пачка патронов на эмочку. Неплохо. Значит, надо проверять. Так, ну тут ничего полезного. Что это? Штаны. Так, стоп. О, ПСУ, прицел. Возьмем. Вполне может пригодиться потом. На нашу Ксюху. О, Грена. Уже есть оглушающая Грена. И теперь еще и взрывная. Здорово. Стоп, еще чувак какой-то. Вроде кепочка. Вроде кепочка. Так, стоп. Нужно. Дело. Блять, вон она. Да, кепочка. Оставим ее в покое. Блять. Кто это был. Блять. Это уже по мне, что ли? Ага. Вижу. Трое. Слушай, а можно пробовать Грены? Если получится, конечно, с ней остановится. Чуть не спалился. Так, ну, ловите. Троих уложил. Говорит, you gonna die. И сам взрывается. Ой. Слушайте, сколько лута, еб ты. Так, а они все хоть мертвые? Мертвые, мертвые. Да, отлично. Ух. Вот это Грена. Слушайте, неплохо. Неплохо. Теперь нужно все это очень быстро схватить. И свалить. Тут лучше не жадничать. Тем более, что тот кепарь сзади мог и подойти уже. Так, ну, а дальше нам придется плыть. И по-хорошему бы надо развести костер. Наверное. С другой стороны, у нас еда красная. Значит, пока мы будем согреваться, у нас уже хп станет желтым. Так что нет, наверное. Погнали сразу. Опа. Откуда тут волки? Круто. Спасибо. А вот и еда. Вовремя. Значит, все же, предыдущая смерть была не напрасной. Потому что пока что все складывается слишком идеально. Считайте, двух зайцев убили. И до теплового бонуса сейчас согреемся. И еды себе пожарим. Но хоть и бей, я все равно понять не могу, почему я в фулл теплом сете свое не могу согреться даже в помещении. А тут в говнолуте, да еще и на улице я спокойно согреваюсь. Как это возможно, непонятно. Так, мы уже почти у цели. Осталось метров 300. Барить. Ну, вроде не по мне. Но это было очень близко. Где-то в районе этой вышки. Надеюсь, мои шмотки не пропали. Так, нет, лежат. Но не все. Что-то пропало. Пояс пропал. Маска пропала. В принципе, не слишком существенно. Ну ладно. Теперь главное, случайно не отткнуться на этого чувака. Строп. Дым. Опа, костерчик. Блин, у чувака не видно. Жаль. Надо подняться повыше. Пробовать сверху его высмотреть. Так, что-то я его все равно не вижу. Не знаю, есть он там или нет. Поэтому кинем оглушающую гранату. Потому что тратить хаешку на такое неохота. Ага, есть. Ага, говорит, я френдли, а сам с пушкой в руках. Понятно. Так, ну, я не знаю, один или нет. Вроде никого больше нет. Странно, что гранату я его в вунку не бросил. Потому что это не просто флешка, а это граната, которую бросает в вунку. Видимо, не достало. Ну ладно. Ну, зато у него есть еда, это хорошо. Так что можно сразу пожарить, но заодно и согреться, а то мы опять промерзаем. Какие-то нефартовые у меня вещи, потому что вроде имеют лучшее утепление, но я постоянно мерзну. Хотя сейчас не экстремальный холод и даже нет снегопада. Бред. Так, вижу зомбарей. Значит, должны быть люди. Ага. Вижу одного. Но какой-то кипарь. Надо только посмотреть, что тут по дистанции. Ничего себе, почти 900 метров. До казармы больше километра доскал. Однако. Даже двое. В кого-то стреляют. Ничего, попробуем тоже выстрелить. Чисто ради прикола. Странно. Чё так пуля долго летит? Вроде пуля мощного калибра летит со скоростью 800 метров в секунду, насколько я помню. А, она летела минимум секунду две, а то и может даже больше. Да, тогда хер попадёшь, слушайте. Тогда хрен попадёшь. Ладно, пусть лутаются, а всё равно кипари. С них особо ничего взять. Погнали дальше. О. Как раз на этой военочке. Ага. Не, это кипарь. А, кто-то пытался кипаря убить. Понял. Так, что по дистанции? 350. Ну, на 300 можно выставить. Ага. Слушай, этот уже хорошо залутанный. Интересно, он бьёт кипаря или нет. Я смотрю, отпустил. Ну, а вот я его отпускать не собираюсь. Попал. Попал. Намазал. Попал. Ага. В лунку положил. Теперь главное добить его. Готов. Неплохо. 400 метров. Вот так вот. Стреляли бы с мосинки, сразу бы спалил нас. Говорю же, имбовая пушка. Урон может не слишком большой, но зато вообще беззвучная. Люди вообще не втыкают, откуда по ним стреляют. Мне это очень нравится. Решил сделать себе небольшой схрончик. В принципе, в основном, обычно только патроны нужны. Ну и пара гранат. А также немножечко мультивитаминочек. Ну и баночку еды. Хорошей баночки еды у меня, к сожалению, нет. Так что положил, какая была. Ну и вот эти странные заряды для, скорее всего, какой-то гаусс-пушки. Которой у меня, к сожалению, пока что нет. Поэтому пусть лежат в сохранности. Это похоже, что на военочки. Погнали смотреть. Так, ну вроде бы стрельба была на вот этой военочке. Да, смотрите, что зомби странно кучкуются. Может, конечно, кто-то будильник кинул для отвлечения зомби. Он сам чисто лутает, но никого нет. Что странно. Так, а это рядом было. Относится. Эм. И откуда обо мне пошла эта фа? Вопрос. Притом, что чувак не прячется так же, как я в елочке. Он тупо посреди поля стоял. Блять. Ну, это уже чисто он попахивает. Ну да ладно. Ну что, будем заканчивать? Или хотите бонус? Давайте, ладно. Небольшой бонус для тех, кто досмотрел это видео до конца. Субтитры сделал DimaTorzok. О, дырочка. Упс. Чипотчик с оружием. Надо валить. У меня пока оружия нет. Так, что-то лежит. О, ПУ-прицел. Отлично. Ух ты. Дроба. Нифига себе. И дробовичок, и пионер. Да еще и с магазином. У-у-у, все. А вот и повод вернуться на строчку. Походу, их двое или трое даже. Guys, значит, скорее всего, трое. Ну, значит, надо действовать очень аккуратно. Раз он будет смотреть лестницу, значит, он должен сидеть сам на лестнице. А нам ее должно быть очень хорошо видно. Ага, вижу одного. Один готов. Ха-ха, поймал хоть что-то. Опа. Они еще по какому-то стреляют. Наверное, кепочку-то убивают. Еще один вот этого. Блин, надо было получше прицелиться. Но он спиной сидел, там в башке не видно было. Ага. Все, убил. Так, уже двоих убили. Остался последний. Давайте перезарядим. Надо попробовать зарашить его. Правда, с пионером это будет сделать сложновато. Так, шагов пока не слышу. Давайте, наверное, сделаем себе самодельные ботиночки. Чтоб он и наших шагов не слышал. Да, тихонько поднимемся. И где же он? Так, ну двое мертвое. Так, я что-то не понял. Вот он. Ну, вроде мертвый. Третьего кто-то убил? Или что? Я что-то не понял. Или это четвертый? Так, пионер, Мосинка. Дробовичок. Ну, забираем. Есть вероятность, конечно, что так называемый третий или даже четвертый лежит сверху на козырьке и кемпит этот труп. Так что сейчас мы этих тихонько облутаем и аккуратно выглянем. Так, ну я пока никого там не вижу. Может, конечно, лежит. Но, блин, это, походу, самый жирный среди них. Не облутать его было бы глупо. Так что будем перебежками. Либо его убили с дома напротив. Но благодаря этой вьюге меня банально не видно, что играет мне, скажем, на руку. Но в любом случае надо быть осторожными. Облутываем и валим поскорее, пока они не вернулись. Так что мы будем перебежать. Так, ну вроде все самое ценное я забрал. Так что, думаю, можно валить. И если честно, мне кажется, что мы половину, а то и больше половины своего лута мы просто вернули. Тот же пионер, та же Мосинка. Да, вместо калаша пока дробовик. Но это не страшно. Найдем и калаш. Ну и броника не хватает. А так, в целом, уже неплохо заряжены. Так что к будущим приключениям мы явно готовы. Но на сегодня, пожалуй, мы будем заканчивать. Спасибо за просмотр. Спасибо за поддержку. Не забудьте оценить это видео лайком и звайком. Ну и написать мне познавательный комментарий. И увидимся с вами на следующем видео. Всем удачи. Всем пока.